Руслан, первое, что приходит на ум, когда я слышу Чехия и Карловы вары, это, конечно же, пивко. Стекло. Стекло, старое богемское стекло, которое там до сих пор, я думаю, еще выдувают. Поэтому даю тебе направление в сторону стекла. Ищи стекло, когда они его выдувают, должен быть какой-то звук. Я не знаю, громкий или тихий, но маломальский, хоть какой-то звучок, хоть какой-то маленький, но должен происходить. Поэтому слышай, слушай звуки и ищи стекло. Если что-то найдешь, сразу звони мне. Алексей Воробьев, наш звездный подсказчик, дал абсолютно ясную наводку. Найти звук богемского стекла, точнее того, как его выдувают чешские умельцы. Направляемся из Праги в Карловы вары. Сначала на трамвайчике, а потом впервые биографию большого чемодана автостопом. Надеюсь, ни моя бабочка, ни наш камерамен не помешают нам поймать машину быстро. Мы здесь для того, чтобы услышать, как выдуваются фужеры из знаменитого богемского стекла. Дамы и господа, фабрика Мозер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, где здесь выдувают фужеры? Здесь сейчас выдувают, потому что у нас реконструкция. Реконструкция? Да. А когда... Будет открыто. Да. В понедельник можно. В понедельник сдавите часы. Сегодня никак? Нет, сегодня уже нет. А у вас как зовут? Меня зовут Ганна. Анна? Ганна. 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 Скажите, пожалуйста, Ганна, где можно наблюдать за процессом выдувания? Может быть, где-то еще здесь в городе есть? Здесь в городе нет, но в городе Вимперк можно смотреть. В Вимперк? В Вимперк, да. Вы могли бы записать? Да, я вам написала. В Вимперк. А далеко находится этот город? Я думаю, что нет. Это так 100 километров от Праги. 100 километров. От Праги. От здесь. От Праги 100 километров. В Вимперк, правильно, да? Спасибо большое. И, друзья, прежде чем отправиться в Вимперк, все-таки пробежимся по Мозору. Может, что вы услышите? Было бы глупо, находясь в легендарном стекольном музее. Не попробовать все эти экземпляры на звук. Ну, сами понимаете, не то чтобы трогать. Дышать рядом с ними опасно. Ну, есть здесь несколько фунжеров, которые можно взять в руки. А значит, можно их и послушать. Обычный, на первый взгляд, фунжер. Ну, Вимперк так Вимперк. Алексей Воробьев нам не простит. Пустозвон скажет. Искали и не нашли. Нет, так не пойдет. Ищем, пока не найдем. Идем на звук. Ну что, добрались мы до этого места. Называется Скларская хать. Скло, стекло, хать, мастерская. Мастерская стекла. Идем знакомиться с хозяевами. Здравствуйте. Меня зовут Руслан. Петра. 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 Юрий. Юрий. Иржи. Иржи похож на укротителей и хищников. Как видите, огонь и стекло легко поддаются его дрессировке. Цвет красный будет? Слабкий рубин. Рубин. А Петра вся из себя такая ассистентка. Как это водится в цирковых шоу. А сколько лет в вашей мастерской? Тридцать. Павчин. Тридцать. Тридцать лет. И фамилия. Самое что ни на есть сценическое. Козел. Ну что мне запашено. В процессе изготовления посуды наступает такой момент, когда нужно выйти за эту линию, потому что температура слишком высокая. Движения полны артистизма и грации. Смотрите, практически жонглируют этими прутьями. Итак, настала моя очередь. Выдайте себя что-нибудь стеклянное. Это про детечки. Смотрите, вот такой формы у нас будет стакан. Ну если я правильно думал. А вот он образец. Что-нибудь поярче? Желтое, может быть? Три. Желтый, красный и синий. Чтобы стакан получился больше чемоданным, я прошу Петру сделать его веселым. Горош. Цветная крошка именно для этого. Кстати, тоже стеклянный. Иржи говорит, что слово «ВИЦ» будет командой для начала выдувания. И крутить, и крутить. Вы будете крутить. Окей. Долго. А дыхание можно брать? Дыхание. Тишина. Ловим звук. Господа, все звуки, что вы сейчас слышали, выходили исключительно из верхней части организма. Исключительно. Чтобы оператор там не снимал. Честный чемодан. И точка. И восприятие знака. И три. Только бы не разбился. Только бы не разбился. Для тех, кто не понял, Иржи меня хвалит. Мол, все правильно делал. Выдувал равномерно, не торопясь. Приятный Иржи. Приятно. Отправился охлаждаться на стаканчик 479 температуры в холодильнике. Подведем итог нашего времяпрепровождения в стеклохате. Все звуки стеклодув смешные и очень смешные. Оправдаться можно только видеокартинкой. И все на этом. Хотя нет. Кое-что осталось на бис. Наш оператор не продул, как казалось, самый шумный звук любой стекольной мастерской. Ну как же без него? Ну и на счастье. Друзья, только что мы стали свидетелями уникального процесса выдувания вот такой вот посуды из богемского стекла. Все, что мы сегодня сделали, будет охлаждаться в холодильнике до самого утра. Но Иржа и Петра обещали нам прислать наш стаканчик по почте. Спасибо вам большое. Вот так благодаря Алексею Воробьеву сложно, но интересно мы добрались до того места, где можно было подслушать процесс стеклодувания. Осталось поблагодарить Алексея. Алексей, привет! Привет, Руслан. Меня слышно, видно? Хорошо. Отлично. Ну, рассказывай. Нашли что-нибудь? Нашли, но далеко не в Карловых Варах, знаешь ли. А где? Представляешь, оказывается, чехи летом отдыхают и работают только в туристический сезон, а здесь это весна или осень. Так, подожди, подожди. Так вы стекло, богемское стекло нашли? Нашли. Городок называется Вымперк. Вымперк. Здесь такая небольшая частная мастерская. Не просто увидели и услышали, но и даже сами выдули из стекла стакан. Поэтому спасибо тебе большое, Алексей. Красавчик. Обращайся, если что, Руслан. Все подскажу, где выдуть, куда вдуть. Ищи звуки. Все, давай. Хороших вам путешествий. Спасибо. До связи. Мы будем рады, если ты подпишешься на канал Большого Чемодана и прямо сейчас отправишься с нами в следующее акустическое путешествие. Продолжение следует...